Закваска вносится в теплое подготовленное молоко. И на этой же стадии, для того, чтобы осуществлялся процесс питания микроорганизмов, которые были внесены, мы вносим гречневую муку. Молоко и мука из зеленой гречки – вроде несочетаемые вещи, а дают совершенно новый кефирный продукт. Его в рамках гранта разработали ученые политехнического вуза. В планах запатентовать новинку, а потом на рынок, ведь будет востребован. Говорят, зайти будет несложно. Малышное производство развито на Алтае и перевооружение не требуется. Не содержит глютен. Поэтому те люди, которые беспокоятся о своем здоровье и хотят наиболее полноценно получать и витамины, и белки, соответственно, они могут в таком виде их получать. То есть нет необходимости осуществлять какие-то перекусы и брать что-то с собой. Допустим, печенье и кефир или еще что-то. То есть это уже будет более комплексный продукт. Биопродукт, конечно, полезнее, но дороже. В случае же кефирного продукта удорожания не будет, заверяют разработчики. Правда, открытые источники в интернете показывают обратное. Возьмем не молочную продукцию, а тот же шоколад. Обычный стоит рублей 80. А если полезный био – 400. Но питаться дорого и полезно или дешево и вредно – выбор каждого, отметили эксперты международной конференции. Проследить всю цепочку. Почва, вода, воздух, отдаленность от загрязнителей, контроль по всей цепи. Транспорт, хранение, ну и, наконец, прилавок. Это гарантия, что вот ты хочешь это – покупай, плати в два раза. Я не буду. Я верю государству, госпотребнадзору, я буду обычное покупать. Кстати, со следующего года органическая продукция может вообще исчезнуть с прилавков. С 1 января вступает в силу закон, который обяжет отечественных производителей, уже прошедших международную сертификацию, получать сертификаты по российским стандартам. А здесь уже проблема. Уже есть первая организация – это Россельхозцентр, которые получили аккредитацию, пока порости не отступят. Я думаю, вот до конца ноября будет еще Роскачество и, наверное, все-таки до конца года еще две организации аккредитацию получат. На самом деле решается, но очень тяжело. Мы опаздываем. Опаздываем. Ну, как всегда. А это значит, что вовремя получить сертификат могут не все. Но вряд ли покупатели ринутся скупать дорогостоящую полезную продукцию. Это же не гречка. Тем не менее, кефирный продукт политехнического вуза теперь точно оценители распробуют позже. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.